В Твери продолжается благоустройство общественных территорий и рейтинговое голосование по выбору объектов на 2024 год в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. О реализации этого проекта наша съемочная группа поговорила с главой города Твери Алексеем Огоньковым во время его рабочей поездки. Для того, чтобы обустроить эту когда-то заброшенную территорию у себя под окнами, местные жители приняли самое активное участие в программе формирования комфортной городской среды. Два года назад удалось включить эту площадку на улице Хромова в перечень для рейтингового голосования. А после того, как будущий сквер набрал большое количество голосов, был сделан проект и получены федеральные средства для благоустройства. Сегодня мы увидим хороший пример именно такого инициативного подхода к решению таких вопросов. Здесь была территория, которая просто захламленная территория. Да, и вот получился отличный сквер, который будет притягивать к себе жителей прилегающих территорий. На этом месте выполнены работы по вертикальной планировке территории, устройству площадок и пешеходных дорожек, озеленению. Ручей, протекающий в сквере, очищен от загрязнения, укреплена его береговая линия и откосы. Устроен переход для пешеходов, установлены скамейки и урны. Установлена спортплощадка. На днях начнутся работы по укладке мягкого резинового покрытия. Появятся в велопарковке беседка и баскетбольное кольцо. Вот это место, которое было очень в ужасном состоянии, приобрело такой цивилизованный вид. И самое главное, обычно депутатам все идут с негативом, все нас ругают, что-то негативное нам высказывают. Но в последнее время идут столько благодарностей от жителей, от мамочек и от старшего поколения бабушек. Начиная с 2017 года, похожим образом по программе оформировании комфортной городской среды, в Твери приведены в порядок 13 общественных территорий. Здесь самое главное условие, чтобы жители приняли участие в голосовании. Сделать это можно на госуслугах, на странице за.городсреда.ру или же обратиться за помощью к волонтерам через администрацию своего района. Напомню о том, что сейчас идет голосование уже на следующий год, поэтому призываю активно жителей участвовать. Это, понимаете, не только нужно, это важно. Вот на мой взгляд, это важно. Помимо улицы Хромова, в настоящее время идут работы в центре Твери на Трехсвятской, которая набрала наибольшее число голосов по итогам рейтингового голосования прошлого года. Сейчас подрядчик выполнил демонтажные работы на одной стороне улицы. Ведется устройство траншей под прокладку кабельных линий и лотков водоотведения. Работы здесь в этом году будут проходить только в рамках первого этапа. Улица, так же как и 9 объектов других, участвует в рейтинговом голосовании на 2024 год, чтобы ее благоустройство по всей длине могло продолжаться. Людей много ходит, особенно здесь, если приезжают туристы, то они здесь ходят. Вот это, я думаю, то, что надо. Ну, и лицо города. Надо благоустраивать. Если есть такая возможность, нужно ее использовать. Я голосовала, чтобы город нас краше был. Напомним ранее, по итогам активного голосования жителей свой внешний вид поменяли бульвары Цаново, Радищево, Скверы, Казаковой и на улице Артюхиной. Был благоустроен ландшафтный парк Тьмака, Аллея Славы, Мигаловская набережная. Появились новые скверы в Мигалове на улице Можайского в поселке Химинститута. Проголосовать за объекты для благоустройства в 2024 году жители могут до 31 мая.